Привет! Пока я иду, хочу рассказать, как я давала на права. В общем-то, это основной вопрос в Америке. Разверну камеру, чтобы было интереснее. Значит, если бы я имела водительские права из Украины, то всё было бы значительно проще. То есть, чтобы получить права в штате Мэриленд, а в каждом штате свои законы и правила, необходимо закончить автошколу. Это для тех, кто впервые садится за руль и не имел прав у себя на родине. Я эти права прошляпила, когда я обратилась в наши местные ГАИ. Девочки мне сказали, что где же ты раньше была, то сейчас идёт всё через компьютеры. Опять же, три месяца нужно было ждать и учиться в той же автошколе, а билеты у меня уже были на руках. Вот. И здесь, опять же, мне пришлось потратить кучу времени, чтобы найти русскую автошколу. Украинских здесь нет. Штат этот официальный и англоязычный. С одной стороны, конечно, это хорошо, потому что есть стимул учить язык. А с другой стороны, конечно, масса проблем всяких возникает. И тратится дополнительно много времени. Единственная автошкола, которую я нашла на русском языке, в городе Балтимор. То есть, опять же, туда нужно было ездить, просить, чтобы меня возили. Вот. Там, по-моему, 10 лекций было и 6 уроков практического вождения. 5 я уже прошла. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно сначала сдавать теоретический экзамен, потом практический. Так вот, теоретический экзамен я сдавала дважды. Не потому, что я не училась. Добросовестно зубарила все правила. Я их выписывала правил, так как вот в некоторых штатах, в русских магазинах продают распечатанные уже такие брошюры. Здесь такого я не видела. То есть, мне пришлось переводить в Google. Опять же, правила вождения в каждом штате разные, поэтому нужно было искать имена для Мэриленда. На официальном сайте МВА. МВА – это как у нас в ГАИ. Вот. Потом я еще нашла русскоязычные правила штата Калифорния. Еще их зубарила, потому что сомневалась в гугловском переводе. Все это я конспектировала, сама себя проверяла. Есть тесты, которые можно проходить в системе онлайн, чтобы себя потренировать. Вот. И, как я думала, я была готова. Но опять же, на экзамен нужно было пригласить переводчика. Переводчики, список переводчиков дают в управлении МВА, в офисе МВА. Они должны быть лицензированы. То есть, с улицы взять переводчика, например, свою подружку, которая хорошо владеет английским, нельзя. Теоретический экзамен мне пришлось сдавать перед Новым годом. У них график был жесткий, многие уезжали в отпуск. Когда мне порекомендовали переводчицу, с которой я могу связаться и которая может у меня выручить. Но опять же. О, мой дружбан! Привет, солнышко! Вот ты какой красивый! Good boy! Good boy! Этот кёш все время со мной здоровается. Very beautiful! It's boy or girl? Boy? Boyfriend, huh? What is your name? Mary. Mary? Mary, aha. Oh! Can you picture? Yes, yes. Okay, I must go. Bye! Bye! Удивительно дружелюбные люди, конечно, эти меликанцы. Хочу собаку. Этот мальчик все время со мной здоровается, очень ласковый. Итак, я связалась с переводчицей. Мы договорились. У нее оплата была... Оплата за ее услуги была самая дорогая. Удивительно я еще обзвонила ряд переводчиков, но они все были заняты, к сожалению. Мы договорились, она провела еще небольшую консультацию, мы поехали на экзамен. На экзамене присутствовала инспектор. Она практически не смотрела, как мы сдаем. Я даже не пыталась подглядывать, потому что прочитала, что за малейшую попытку или пробу подсказать, могут просто удалить, оштрафовать. В общем, очень жестко. Как оказалось, экзамен мы сдали. Но это мы так думали. Так, я уже подошла к магазину. Я уже дома продолжаю рассказывать о своих мучениях, о том, как я сдавала на права. Переводчица оказалась аферисткой. Она не имела лицензии. Вернее, раньше она работала, занималась переводами при сдаче экзаменов на пермит. Это учебные права. То есть, когда ты сдаёшь теорию, тебе выдают учебные права. По этим учебным правам ты имеешь право ездить на машине в сопровождении человека, который уже имеет эти права. Переводчица постоянно подсказывала своим клиентам на экзаменах. Она, очевидно, выработала там какие-то знаки. И это продолжалось довольно долго, потому что она довольно-таки известна. Но всё же её пресекли местные службы и стали за ней наблюдать. Короче, под эту раздачу попала я, когда я сдала экзамен. Они сначала выдали мне документ, что я сдала успешно. Это был такой бумажный документ. Потом они должны были прислать пластиковую карточку. Я об этом совершенно забыла. Через месяц мне звонит моя знакомая, с которой мы вместе сдавали экзамен теоретический. И спрашивает, пришла ли ко мне пластиковая карточка. Сначала стали долго искать. Думали, что потерялась на почте. Мы поехали в эту дорожную службу. НВА она называется. Там часов пять выясняли, где же в результате мой документ. Потом оказалось, что экзамен мне ликвидировали. И отправили к большому начальнику. Этого начальника, по-моему, звали Фиджеральд. Нужно было ехать в управление. И я с собой взяла, я же журналистка, я с собой взяла доказательства того, что действительно я готовилась к экзамену. Это были конспекты, это были мои вот эти все переводы. Правил дорожного движения с английского на русский. Когда я достала всю эту купу бумаги ему, он мне сказал, ничего этого не нужно. Якобы они все это прослушали, запись нашего экзамена, аудиозапись. Перевели это в гугле. Но опять же, какой там мог быть перевод. И поняли, что переводчица якобы нам подсказывала. Чего не было на самом деле. И ликвидировали нам зачеты. Я в слезы. Стала психовать. У меня иногда рвет крышу. Когда я чувствую несправедливость. Потому что это нужно было опять нанимать переводчика, платить деньги. Опять читать это все. И неизвестно, сдам я экзамен на следующий раз, потому что это в любом случае стресс. Может быть волнение, может быть такая глупая какая-то ошибка. И так далее. Опять я стала искать переводчика. Приехала домой. Опять же, нашла этот список, который мне выдали в MVA с переводчиками, которые имеют лицензию. Созвонилась. Ее услуги стоили дешевле. То есть, если предыдущая брала 150 долларов, то это согласилось на 100. И опять я стала это все зубарить, конспектировать. Тошнота подступала, потому что я понимала, что я теряю время. Но, естественно, я журналистка, я давай, значит, качать свои права. Что я стала делать? Я нашла организацию по защите прав человека именно для иммигрантов. И стала туда звонить. Там якобы должны быть бесплатные адвокаты. В результате ничего я не нашла. Не рассчитывайте, что здесь вас ждут бесплатные адвокаты. Потом я сидела на интернет-ресурсах, изучала свою ситуацию. Я считала, что мои права нарушены. Потому что вождение, то есть права на машину – это гарантия того, что ты сможешь найти работу и ездить на эту работу. Никто тебя возить не будет. Потому что здесь такая ситуация, что если не на машине, то ты вообще никто. В результате эта новая переводчица оказалась очень милой и мудрой женщиной. Она мне сказала, что не теряй время, ты больше времени потратишь на то, чтобы доказать свои права. Мало того, я ещё и хотела найти адвоката, чтобы подать на суд, на МВА. Что я пережила за этот период, это, конечно, неописуемо. Но время бежит здесь очень быстро, и всё-таки я сдала на учебные права. Но сегодня своему другу я сказала, что мне как бы нужно на твоей теперь машине ездить, которую ты мне обещал. Всё это время я ездила на учебную, машина принадлежит инструктору. Теперь я как бы хочу практиковаться на машине, на которой я буду ездить. Он мне сказал, что нет, я боюсь, сначала я тебя отвезу куда-то на площадку, и там ты будешь тренироваться. В результате сегодня из магазина я всё-таки уговорила его, что я ехала домой сама. Ну, он сидел рядом, я вела машину. Он, по-моему, волновался больше, чем я. Но я сказала, что вообще, в принципе, он бы мог меня похвалить. Потому что я даже заехала на домашнюю парковку. Пока.